Ну вот у нас такая, как показалось, рок-музыка прозвучала, и сразу первый вопрос, мы связаны с Константином Кинчевым, он высказался, успели ознакомиться, кстати? Нет, к сожалению. Ну, он там, в общем, оправдывает специальную военную операцию, русский бог и так далее, все это дело. И там была такая интересная дискуссия, что, мол, посмотрите, мы относились к Галкину и Пугачевой как попсе пренебрежительно, а к рок-музыке как вот, это действительно, там интеллектуалы, которые протестуют, которые всегда против власти, а получилось-то то, что получилось. Вот это интересная, как мне кажется, такая дискуссия, что, ну, условно говоря, разные стороны выбрали представители разных музыкальных направлений. И не всегда рокеры оказались на той стороне, где вроде принято считать, что они должны быть, то есть в оппозиции к власти. Ну да, таких парадоксов довольно много. Ну, скажем так, среди этих парадоксов это то, что, ну, вообще, был ли на земном шаре человек, который бы мог прогнозировать, что, например, артист, комик Владимир Зеленский, который снимался в сатирических шоу, в том числе на русском языке, в том числе, так сказать, много работал и в России. И вот что он станет фактически, ну, прямо скажем, одним из лидеров свободного мира на сегодняшний момент. Возглавит страну, которая ведет практически в одиночку, там, при поддержке, но, тем не менее, практически в одиночке. Ведет борьбу с главной угрозой, фашистской угрозой сегодняшнего мира. И что он будет проводить. У меня очень интересная была сцена, когда вот он проводил это, так сказать, выступал перед «семеркой». И он, значит, ну, так вот, как, значит, такое селекторное совещание с ними проводил. Это выглядело именно таким образом, что он, в общем, рассказывает им, как жить. Ну, это я немножко иронизирую, конечно, но, тем не менее, это действительно была потрясающая сцена. Вообще, был ли на свете человек, который мог это прогнозировать? Вопрос риторический, я думаю. Значит, всякое бывает. Вот, бывают такие трансформации, бывают вот такие вот вещи. Что касается Пугачевой, то я был уверен, что это человек достаточно, я бы не стал. Понятно, что ее время прошло, имеется в виду сценическое, артистическое время прошло, но, тем не менее, это человек достаточно увесистый. Она всегда обладала внутренней устойчивостью, самостоятельностью. И вот в советское время, при всем огромном различии, было два голоса, которыми, два рупора, которыми народ пытался, безязыкая улица, которая корчится по-моеговскому, она пыталась разговаривать. Это голос, такие, народный голос Владимира Высоцкого, и, это мужской такой, брутальный голос, и женский голос Аллы Пугачевой. И это было очень важно, и власть ее терпела. Она и Высоцкого терпела, но Высоцкого терпела сквозь зубы, а Пугачева терпела, в общем-то, так, спокойно, потому что она, в общем, пела такая, она пела о личном. Вот, так что Пугачева просто, действительно, как правильно говорилось, что, в общем, кто такой Брежнев, мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. Сейчас время Пугачевой, в общем, действительно, сценическое время прошло, но она осталась народной артисткой СССР, и Путин – это мелкий политический деятель времен, так сказать, уходящей Аллы Пугачевой. Поэтому здесь понятно. Ну, Галкин, в общем, тоже достаточно талантливый человек. Да, вот он нашел себе. На самом деле, это вот такие зигзаги интересные, они, их стоит анализировать, стоит смотреть. Для меня, например, здесь путеводителем является вот такая, значит, знаменитая формула Пьера Бурде, который говорил о том, что вывел вот этот закон Жданова, исходя из того, что чем выше капитализация творческого человека в своей сфере, тем больше у него ресурсов для противостояния власти. Ну, вот помните, как Сталин говорил, так сказать, спрашивал насчет Мандельштама, прежде чем его уничтожить. Так он мастер или не мастер? То есть вот большого мастера он все-таки старался не трогать. То есть у человека, который обладает высоким уровнем капитализации, народной любви, в общем, их старались как-то все-таки, они имеют ресурсы сопротивления. Кстати, вот эта вот формула Бурде, она была выведена из опыта сопротивления и коллаборационизма со стороны писателей во времена фашистской оккупации Франции, когда те писатели, которые обладали высокой капитализацией именно в своей творческой среде, они, как правило, становились на сторону сопротивления. А те вот такие попугайщики, попрыгунщики, которые, так сказать, вот на потребу дня, однодневки, они становились, они, как правило, становились, так сказать, в ряды коллабораций. Это такая, мне кажется, ну не бесспорная формула, и такая она имеет огромное количество исключений, но она работает. Здесь, как мне кажется, есть еще один интересный нюанс. Ну, во-первых, и Путин, и Пугачева, это люди, которые родились и сформировались в Советском Союзе. Ну, как мы видим, два разных пути. Это один момент. И второй, который, как мне кажется, очень значим. Ведь Пугачева, которая выступила, ну, против Путина, она ведь аккумулировала в себе вот эту как раз народную любовь. Это, как вы сказали, голос советского, российского зрителя. Да не только советского, и российского, и постсоветского даже в том числе. Она, условно говоря, зацепила ядерный электорат, на который опирается Путин. То есть глубинный народ тоже слушает Пугачева, ну, если оперировать этими терминами. И вот это, как мне кажется, очень интересно. И она выступила на другой стороне. Вот это интересно. Ну, да, это действительно вот такой вот протест, который, мне кажется, очень важен. Я бы не сказал, я бы не стал преувеличивать вообще последствия вот этой позиции Пугачевой, потому что все-таки тот самый глубинный народ, он сегодня, так сказать, кричит «Слава!», завтра кричит «Долой!». То есть это, с этим все просто. Но, тем не менее, это знаковая вещь. Мне кажется, это имеет некоторое значение. Скорее, во-первых, это факт, конечно, важный факт в биографии Пугачевой. Это очень важно. Во-вторых, это важный факт для вот этого слоя творческой публики, артистов, сценической публики. Это очень сильный противовес тому чудовищному процессу, который сейчас идет, который в театральном, в частности, искусстве сейчас идет. Ему дал начало артист Машков, который на фронтоне, на фасаде театра Ермоловой, которым он руководит творчески, налепил вот эту громадную свастику, чудовищную, совершенно чудовищная история. Там в театре Виктюка тоже раздают, в театре Виктюка раздают повестки, значит, на фронт. То есть это вообще потрясающая история. То есть, ну, таких вот историй много. И это противовес. Ну, и так далее. То есть, на самом деле, то, что происходит, как говорится, как люди отвечают на вопрос, с кем вы мастера культуры, ну, вот Пугачева дала свой ответ. Это хорошая история. Это такой противовес вот этим всем безумным, или, скорее, даже не безумным, а бесконечно подлым людям, которые пытаются таким образом сохранить свои возможности, свои возможности зарабатывать в сфере культуры. А на ваш взгляд, здесь нет элемента игры? Вот потому что вы упомянули театральную сферу. Здесь же вот то, что произошло с Меншиком, вот это подписание договора о сотрудничестве со Следственным комитетом, эта знаменитая фотография, отсылает нас к фильму Михалкова «Утомленное солнце». То есть он фактически играет роль, которую играл там. И мне просто интересно. Это вот совпадение просто так получилось? Или Меншиков, условно говоря, считает, что это такой театр, и он продолжает, там, зеркалит некую действительность? Ну, я думаю, что в какой-то степени вы пытаетесь развить сценарий другого замечательного фильма «Сукины дети». То есть это, значит, фильм, в котором говорится о том, что артисты, они вообще не совсем люди. То есть это вот позиция номенклатурщика, которого, так сказать, что называется, умыли артисты театра, которых он пытался завербовать. Он, значит, начал говорить, что они не совсем люди, это вот что-то такое, что вот как в древности их не хоронили на кладбище, а старались там где-то за чертой города. Значит, я думаю, что, ну, вряд ли. Да, это было бы очень красиво. Скажем так, это было бы слишком красиво. Я думаю, что элемент игры здесь есть, безусловно. Это человек, который считает, что, ну, подумаешь, да, вот он сыграл роль, значит, сотрудника и, так сказать, договорника с Бастрыкиным. Я, кстати говоря, искал договор, вот этот вот, который они подписали, нашел его, там, значит, я пытался понять, а что же, а что же получат вот эти вот, что же артисты получают от этого договора, что же театр получает, он что, будет иметь возможность участвовать в допросах, значит, в задержаниях, он получит возможность проводить следствие. Нет, ничего такого там нет, ну, в общем, какой-то такой договор, больше всего напоминающий, как вот КГБ, а сейчас ФСБ, они берут расписку о сотрудничестве, значит, больше всего напоминает вот это, вот односторонняя такая вещь, то есть, значит, ну, это вербовка. Зачем это Бастрыкину, понятия не имею, но зачем это Меншикову можно предположить, это, конечно, позор. Ну, да, безусловно, здесь есть вот такая вот внутренняя пластичность личности. Далеко не у всех она есть. Люди очень, многие артисты и творческие люди, они разделяют все-таки театр и жизнь. Скажем, Басилашвили совершенно не превращался и не превращается в Воланда, Ахиджакова, значит, там очень-очень многие люди ведут себя достойно и понимают, что театр — это театр, а жизнь — это жизнь. Совершенно не обязательно, если ты в театре играешь под лица, в жизни становиться таким же. Это просто вот особенность личности. Я думаю, что все-таки, все-таки кино здесь не при чем. Мне так кажется. Здесь вот как раз вы упомянули Басилашвили и Воланда, ведь Бортко экранизировал, а Бортко как раз, как режиссер, отчитается, что хорошо, актер, он пластилин, из него лепят, и хороший актер — это такой хороший пластилин, а режиссер, вот он все понимает, он видит. Но вот Басилашвили, который, безусловно, очень интеллектуальный человек, он на одной стороне, а Бортко-то на другой, и вместе они экранизировали, то есть один в качестве актера, второй в качестве режиссера, Булгакова, который есть такая версия, что писал этот роман для одного конкретного читателя, его звали, Иосифа Истарионовича. Один стал, не знаю, перешел на сторону Воланда, а другой нет. Ну да, ну вот здесь вы, я понимаю, что вопрос у вас риторический, он для дискуссии, но вот в этом вопросе невольно проявляется такая вот, такая оценка, попытка оценивать людей, исходя из той социальной группы, которую они представляют. Ну вот, например, значит, там, условно говоря, вот когда критиковали Нобелевский комитет за то, что дали лауреатов премии мира не только украинскому правозащитному центру, но и мемориалу, и белорусскому правозащитнику говорили, вот это вот представители фашистских режимов, которые напали на Украину. Но они не представители этих режимов, они наоборот. И вообще человек не является представителем чего-то. Вот я не являюсь представителем всех преподавателей, я не являюсь представителем всего журналистского цеха России, не являюсь представителем русского народа, к которому я имею совершенно очевидное какое-то отношение, Но меня никто не уполномочен, не откроет. Я представитель самого себя. И вот точно таким же образом режиссеры, они разные, и режиссеры, и актеры разные. Бывают режиссеры глупые, бывают актеры умные. Да, безусловно, в целом та социальная роль, которую выполняют актеры и режиссеры на сцене, режиссер – это демиург, а организатор, а актер – это исполнитель его воли. Но мы знаем прекрасно, что бывают фильмы одного актера, и бывают режиссерские фильмы, так что все бывает по-разному. И каждый человек не является представителем своей профессии, а является представителем самого себя. И в данном вашем примере это очень ярко выразится. Я здесь хотел даже порассуждать на тему вообще таких трансформаций. Вот там Юрий Каррес снимает «Завтра была война». Это его дебютный фильм, практически студенческий фильм, поразительный на самом деле, ведь он проникает. А затем он поддерживает то, что происходит сейчас. И мне всегда интересно, если режиссер, он ведь может это как-то прочувствовать, он это экранизирует, он действительно, ну, у него получается достучаться до огромного количества людей, потому что он снял хорошее кино. Вот что происходит тогда? Как себе этот человек, который может это моделировать, объясняет, почему он это поддерживает? Вот, скорее, вот это мне интересно, как это работает. Ну, здесь на самом деле происходит несколько вещей. Во-первых, надо, что называется, знать, быть в матчасти, знать биографию человека, знать конкретные жизненные ситуации, это может быть, то есть надо знать мотивы. Это может быть, там, проблема ипотеки, например, которая стала главной причиной личностной деградации телеведущего Норкина. Это может быть другая какая-то ситуация. Но в целом, если говорить, как себе объясняет человек, то это давно известно, это коррупция сознания, это термин британского историка Каллингуда, который объяснял это очень просто. Потому что человек, который делает мерзости, подлости очевидные совершенно, он не может находиться в состоянии, когда, глядя в зеркало, он на себя отвечает, кто я? Я подлец, я негодяй, я конченая мразь. Так человек не может жить. Поэтому он, потому что разрушается я-концепция, личность от этого страдает. Это невыносимо. Поэтому он меняет картину мира, создает ту картину мира, при которой его поведение становится нормальным или, наоборот, благородным. Чикатило, например, которому, безусловно, было сложно жить в ситуации, когда он чудовищный злодей, он менял картину мира, приспосабливал его к своему поведению. И в этой картине мира он был, так сказать, очистителем от грязи. Он, так сказать, очищал мир от всякой нечисти. То есть, вот он санитар леса такой. Точно так же и Карр, и все остальные, вот они меняют картину мира для того, чтобы в ней показаться себе благородными. Они начинают пытаться верить в то, что говорят. В момент, когда они это говорят, они в это верят. Это совершенно очевидная история. Значит, здесь, ну, по-разному это устроено все у разных людей. Там, у Путина это одно, у Путина это профессиональная, так сказать, привычка, когда он КГБшника, ФСБшника, привычка вербовщика, который считает, что вот все люди, которые... Все люди это либо завербованные, либо еще не завербованные. И, так сказать, он к ним относится, ну, как сегодня говорят, как к лохам. То есть, вот это лохи, а он вербовщик, он знает, как надо и так далее. То есть, это одна конструкция. Значит, у других людей трудно, но в конечном итоге это вот такая вот коррупция сознания. Норкин, о котором вы уже сказали, вот поделюсь, у нас как раз, когда пришло видео заставки программы «Место встречи», даже при всем том, что мы знаем о российском телевидении, показалось, что это какая-то склейка, что это не могут показать в эфире, что это уже очередное дно пробито. Но это оказалось правдой. Вот там оперный певец, когда трупы просто и так далее. Вот получается, что есть ли вообще какая-то регуляция сейчас, условно, того, что говорят на российских федеральных каналах? Или там все цепи сброшены, все, можно все? То есть, бога нет, можно все. Регуляция, безусловно, есть. Она была всегда, она, безусловно, есть. Даются установки, ну, например, так сказать, вот когда было, ну, даются установки довольно общие. Когда было, так сказать, было наступление, там, украинской армии, об этом не надо было говорить. Значит, не было вообще, была установка незамечательная. По взрыву, подрыву Крымского моста. Значит, с самого начала была установка говорить о том, что ничего страшного не произошло. Вообще, это был, ну, фактически хлопок, ерунда. Потом, когда Путин с Бастрыкиным поговорили, значит, было сказано, что да, вот это теракт украинских спецслов. То есть, такого рода установки, конечно же, даются. Во всем остальном существует высокий уровень автономности. И, в частности, я могу сказать, что в этом отличается вот это вот информационное войско, которое сегодня действует, и которое было создано Путиным, принципиально отличается и от гитлеровской, геббельсовской пропаганды, и от сталинской пропаганды. Потому что это очень высокая степень автономности. Потому что никто, я, по-моему, даже у вас как-то приводил пример, что ни в Сталинском СССР, ни в Третьем Рейхе невозможно было себе представить, чтобы, так сказать, телеведущий приходил на заседание Совета Федерации, Верхней Палаты Парламента и тыкал носом сенаторов в том, что им надо делать. А это делал Соловьев. То есть, в значительной степени, высокая степень автономности, выше роль. И они могут многое из того, чего не могли делать корреспонденты «Правда», чего не могли делать ведущие советского телевидения, которые были, по сути дела, дикторами. То есть, это были дикторы. Это были люди, которые читают написанный текст. Этот текст заверялся, летовался, была, так сказать, нормальная система цензуры. И там шаг в сторону, побег. Значит, ну, единственное, что могли себе позволить дикторы, это говорить, ну, а теперь о погоде. Это был тот воздух, тот глоток воздуха, который могли себе позволить дикторы телевидения. Это было самое главное диссидентство, которое, то есть, они так подмигивали зрителям и говорили, что, вы знаете, а мы тоже люди вообще, на самом деле. Мы тоже едим, спим и ходим в туалет. Ну, а теперь о погоде. То есть, маленький кусочек человеченки. Здесь совершенно другой. Здесь вся мерзость этих личностей вылезает наружу, и кто во что горад. Более того, они имеют возможность поддерживать определенные группировки в, так сказать, и в Кремле, и так далее. То есть, ну, вот, например, это идет со стороны каких-то группировок, это, так сказать, готовность поддержать. Например, в Кремле, так сказать, кремлевская такая партия ультрапатриотов, турбопатриотов, она полностью владеет телевизором. То есть, в телевизоре категорически можно критиковать Путина за недостаточное людоедство, пожалуйста, сколько угодно. Значит, что касается, и тот же Соловьев все время говорил о том, что, ну, что же мы там не бросаем атомную бомбу на Вашингтон и так далее. Ну, категорически нельзя критиковать его за войну, за какие-то вот такие вот вещи. То есть, критика со стороны людоедства, да, критика со стороны, так сказать, какого-то там перемирия, миротворчества категорически нет. И это, в общем, автономия, это действительно, они влияют, они обратно, они, безусловно, ну, скажем так, они гуляют на гораздо более длинных поводках, чем это было в Советском Союзе. Ну, поводки есть, безусловно, хозяин у них есть, безусловно, но поводки длинные. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, это Лев из Коннектикута. У меня вопрос к Игорю Александровичу. Во-первых, спасибо, что вы приходите на ГРЭМ и высказываете свою точку зрения. Это очень важно в этот как раз момент. У меня вопрос по поводу лидеров стран, как Казахстан, азиатских стран, Китай, Индия, которые встречаются с Путиным, приглашают его на форумы, он приезжает, он рукопожатный. И вместе с тем в эти дни происходит просто убийственная атака ракетами, стирают с лица земли страну, города, гибнут мирные жители. Как вы относитесь к лидерам этих стран? Не кажется ли вам, что это хуже, чем лицемерие встречаться? Не кажется ли вам, что Путин должен быть изолирован, путинский режим должен быть изолирован в настоящее время? Спасибо большое. Спасибо, уважаемый коллега, за вопрос. Я просто хочу сказать, что, естественно, мне бы тоже очень хотелось, чтобы путинский режим был не только изолирован, но и уничтожен. А Путин как можно скорее, желательно, через час уже оказался бы либо уничтожен физически, что тоже неплохо было бы, либо оказался бы за решеткой. Это мои пожелания, которые полностью совпадают с вашими. Но есть реальность. Реальность такова, что у каждой страны свои интересы. И, ну, если говорить о Китае, то, простите, да, китайский режим сейчас не уничтожает там массово жителей каких-то других стран, как это делает путинский режим. Но он тоже далеко не травоядный. И он массово уничтожает, например, то, в каком состоянии находятся уйгуры на территории того же самого китайского режима. Это отдельная история. То есть там, на самом деле, тоже жесткая диктатура. И поэтому, в общем, какого-то... У Китая своя жизненная ситуация. И китайский лидер, так сказать, исходит из интересов своей страны. И он совсем не гуманист, он совсем не разделяет наших с вами, уважаемые коллеги, либеральных, демократических и гуманистических взглядов. Поэтому это отдельная история. Что касается, значит, стран Центральной Азии, о которых вы сказали, то эти страны находятся там у Казахстана, гигантская сухопутная граница с Россией, которая практически ничем не защищена. То есть там ее можно перейти пешком. Что, собственно говоря, и делали некоторые россияне, которые бежали от войны. Ну, там в основном все-таки хотели пограничные пункты переходить, но перейти можно пешком эту границу. Это я к тому, что на самом деле Россия по-прежнему нависает над Центральной Азией, которую она воспринимает как свое подбрюще. Как, так сказать, так несколько хамским образом, значит, сформулировал глубоко уважаемый Солженицын. То есть это подбрюшье России. Вот над этим подбрюшьем России, Россия своим брюхом нависает сейчас. Поэтому они с опаской относятся. Но они относятся уже достаточно скептически к Путину. И свидетельством этого было недавнее его присутствие на саммите азиатских стран, где ему просто помойное ведро на голову надели. Если вы обратили внимание, то Путин, который привык всюду опаздывать, значит, он вынужден был ждать лидеров практически всей каждой страны. Он стоял как засватанный и топтался в углу, когда к нему не спеша приходил лидер Казахстана, Турции и так далее. Ну, кроме всего прочего, то есть вот центральные азиатские страны показали, в частности, руководство Узбекистана показало ему в Самарканде, как к нему относятся. То есть его встречал. Это важно. Это вот церемонии для Центральной Азии очень важны. Да и вообще в дипломатии. Его встречал не президент, а премьер. То есть ему показали его место на лестнице престижа. То есть это вот отдельная история. То есть на самом деле сейчас, скажем так, да, с ним продолжают общаться, его приглашают. Того, что мы хотели бы с вами, не происходит, но тем не менее ему показывают уже его место. Поэтому он потихонечку, у него на лбу проявляется уже клеймо проигравшего. Это важно. И то же самое голосование на Генассамблее ООН по поводу резолюции, на которой, так сказать, принималось решение о преступности аннексии. И фактически против этой резолюции проголосовала Беларусь, проголосовала Северная Корея, Никарагуа и, не помню даже сейчас, какая-то еще страна. КНДР. Да, ну да, Северная Корея, я сказал. Ну, в общем, короче говоря, там пять стран, включая Россию. То есть на самом деле Путин сейчас в изоляции. Он в изоляции сейчас, действительно в реальной изоляции. Значит, за то, чтобы ПАСЕ, за то, чтобы признать Россию террористическим государством и начать проводить международный трибунал, там 99% проголосовало депутатов. Поэтому, так сказать, в целом, я думаю, что сейчас на правильной стороне истории все больше и больше стран и народов. Так что, в целом все. А что касается вот азиатских стран, ну, они, да, действительно, там есть противостояние с Соединенным Штатами. Если говорить о Китае, Индии, есть противостояние с Соединенным Штатами. Они используют вот эту древнюю китайскую мудрость, так сказать, обезьяны, которые на холме сидят и смотрят, как сражаются два тигра. Ну, да, Китай — это отдельная цивилизация. В ней, так сказать, у нее другая совершенно идеология. Это не либеральная идеология, другая совсем. Так что здесь это надо воспринимать мир таким, какой он есть, даже если он нам не нравится. Да, обращаюсь к нашим зрителям. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка закреплена под этим видео. Также есть в чате, можете сразу подписаться и поставьте плюсик, если это сделаете. Продолжая мысль о том, что у Путина появляется клеймо проигравшего, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким журналистам сказал, что окружение Путина — это щенки. А на ваш взгляд, вот если использовать эту терминологию, щенки понимают, что главный пес начинает сдавать, и могут ли они, в общем, оскалиться и как-то его попытаться сбросить? Вообще, насколько это важно для них, для этого ближайшего круга, что Путин начинает терять свои позиции? И теряет ли он их внутри еще, конечно? Ну, это самое главное, на самом деле. Это не просто важно. Это важно не только для них, это важно для, ну, в известной степени я бы сказал, что это важно для судеб мира. Потому что вообще, то, что Украина не только не проиграет, но и победит в этой войне, ну, достаточно очевидно. То есть, понятно, что шансов победить у Путина нет. Но вопрос заключается в том, как победить. И не менее очевидно то, что Украина в состоянии разгромить очередную путинскую армию. Там одна уже потерялась в Украине, никак не могут ее найти. Там следующая, которую он собирает, там условные 300 тысяч, она тоже потеряется. Но там будет еще одна 300 тысяч, потом еще 300 тысяч и так далее. И таких ресурсов у Путина достаточно много. Россия большая. И ресурсов на то, чтобы мобилизовывать, слать на фронт, они есть. И Путин может продолжать эту войну. Ну, я думаю, что не только не один, не два месяца, а не один и не два года. Такие ресурсы внутренние есть. Экономика позволяет, несмотря на все санкции, потуже по ИСА затянуть. В общем, короче говоря, все это возможно. Значит, заводы есть и так далее, которые будут клепать какие-то снаряды, пусть некачественные, неточные. Но бед может натворить ногу. Поэтому вот то, о чем вы сказали, окружение, то, что называет Зеленский щенками, хотя того же Патрушева щенком я бы не назвал. Он больше похож на такого старого, не очень здорового волка. Значит, вот это ключевой вопрос, потому что на самом деле проигравших не любят, особенно в этой волчьей стае или шакалье стае, которая, так сказать, окружает Путина, проигравших не любят. По законам криминального мира опущенный пахан уже не пахан. И это важно. И поэтому, более того, сейчас пролегла очень серьезная трещина между Путиным и вооруженными силами, в частности, Генштабом прежде всего, Шойгу во вторую очередь, но Генштабом прежде всего, потому что та атака, которая, по сути дела, санкционировал Путин на Генштаб, атака, которую проводили Кадыров и Пригожин, и это очевидно, что это санкционировал Путин, потому что Песков, когда его спросили, а как же так, почему вот они ругают Герасимова, ругают Генштаб, Министерство обороны, а он сказал, что, ну как, это уважаемые люди имеют право, то есть никто их одергивать не собирается. То есть они атакуют, и, естественно, это не может сказать, что Герасимов и другие генералы, это вот какие-то совсем, может, такие овечки, которые готовы идти на заклание, потому что именно их будут обвинять и уже обвиняют чуть ли не в предательстве, в провалах всей этой спецоперации. И понятно, что нарастает то, что они его ненавидят, лютой ненавистью Путина, это совершенно очевидно. И те люди, которые находятся сейчас и которые теряются сейчас, уже вторая армия скоро потеряется в степях Украины, естественно, эти люди, не все же они будут убиты, не все они окажутся в плену, они, естественно, понимают, на фронте, в общем, быстро люди понимают, что происходит, когда они видят, что руководит всем этим идиот полнейший, а руководит лично Путин. Значит, Суровикин, которого сейчас послали, это просто слепое орудие, это такая любимая финка Путина, которая просто послушна, так сказать, его руке. И понятно, бестолковость руководства, понятно, что, в общем-то, забрасываются трупами, и, естественно, любви никакой нет. Поэтому вот эта вот ненависть, в том числе среди вооруженных сил, это для Путина довольно опасная история. Момент, когда эта ненависть выплеснется, когда она конвертируется в какие-то действия, на мой взгляд, зависит от серьезного знакового поражения российской армии. Когда это будет не Крымский мост, когда это будут не какие-то названия, которые мало чего кому говорят, там, Изюм, Лиман и так далее. А когда это будет что-то очень знаковое. Может быть, Херсон, может быть, Донецк. Донецк – это уже ого-го. Или начало, серьезное начало дооккупации Крыма. Вот я думаю, что если это начнется, то в рядах и вооруженных сил, и в рядах окружения возникнет серьезный вопрос. А царь-то у нас вообще настоящий или нет? И это будет начало крушения, так сказать, федерального центра в целом, крушения путинского режима. У меня есть такое ощущение, я уже, по-моему, даже в вашем эфире говорил, что попытка удержать федеральный центр, удержать Россию в этих границах, конечно, будет предпринято. Особых сомнений нет, что будет попытка перехватить власть какой-то военной хунтой. Но, скорее всего, она эту власть не удержит. Потому что, чтобы удержать власть, нужны не только штыки, нужны не только вооруженные силы, нужна еще какая-то идея того, как строить жизнь на этом пространстве. А такой идеи нет. Поэтому, скорее всего, пойдет просто развал России, третий и окончательный этап развала Российской империи. А форму, в которой этот развал пройдет, скорее всего, будет называться последняя великая русская смута в российской истории. На этом, я думаю, что российская история закончится, как такой вот мировой цивилизационный проект. По крайней мере, мне кажется, сценарий такой более-менее вероятен. Не утверждаю, что именно так будет, но он, по крайней мере, прослеживается. Я сегодня обратил внимание на то, как РИА Новости в своем телеграмме подали комментарий пресс-секретаря Владимира Путина, Пескова. Там, в частности, у него спросили, а знает ли Путин о смерти пяти мобилизованных? И Песков сказал, я не знаю, может, ему сообщили по линии Министерства обороны. Как мне кажется, это очень субъективно. Песков обычно как-то изящно выходил и уходил от таких вопросов. А здесь вот, ну, я не знаю, может, проинформировали, а может, не проинформировали. И вообще, это болезненная для Путина история, смерть мобилизованных. И уже есть пленные, уже есть убитые. Уже эта история, которая вошла, если не в каждый российский дом, но уже во многие российские дома, вошла напрямую. Родственники, друзья, мужья и так далее. Это ранит его как-то? Даже не в плане человеческого, а в плане имиджевого? Я думаю, что нет. Ну, я не буду... Я понимаю, что, когда вы сказали в плане человеческом, вы пошутили, потому что там никакого человеческого плана у Путина просто нет. она утонула, да? Вот они потерялись. Они умерли. Все умирают, умерли они. Для того, чтобы Путин кого-то пожалел, нужно, чтобы пострадавшим был он лично. Путин человек, у которого нет, в принципе, в организме нет какого-то участка, который отвечает за эмпатию. То есть, все, никаких человеческих чувств это существо не испытывает. Стыд, раскаяние, совесть, эмпатия. Ничего этого нет. Это профессиональная деформация. Подобные чувства делают человека профнепригодным в той конторе, в которой он служил. Значит, имиджево? Да наплевать. Что такое имидж? Да, значит, какие проблемы? Об этом у него за имидж отвечает телевизор. В телевизоре об этом ничего не скажут. Значит, то, что мы говорим с вами на канале Игряму Грэм, мы и так о нем плохо говорим. И что это меняет? Нас не смотрят и не слушают те люди, которые интересны Путину. Путину на это совершенно наплевать. Ну, вот скажут еще там на десятках примерно таких же каналов. Там с аудиторией, может быть, меньше, чем вашей. Такой же. Ну и что? И как это болезнь? Откуда здесь болезненность для Путина? Я вот искренне не понимаю. Думаю, что ему совершенно все равно. Гораздо более серьезные имиджевые потери Путин совершенно спокойно воспринимал. Он в этом смысле очень... Он в этом смысле тефлоновый. Он не тефлоновый в том смысле, что какие-то события уже пробивают эту защиту тефлонового имиджа. Но вот такого рода удары он переносит совершенно спокойно. Ему наплевать. На сегодня еще появилось одно заявление. Глава оккупированной Херсонской области по фамилии Сальдо сегодня выступил с видеообращением. Дорогой Владимир Владимирович, помоги эвакуировать население. Я, конечно, сейчас упрощаю. Но речь такая. Судя по всему, Херсон уже... Ну, там он, кстати, еще сказал, что мы знаем, что Россия своих не бросает. Ну, помогите вывезти все население. Или там, по крайней мере, те, кто захочет. А вот это. Это же для него очень неощутимая такая история. Он же, как я понимаю, запрещал солдатам выходить из Херсона. Ну, в общем, там какая-то была история. Ну, короче говоря, с правого берега, где их уничтожают аккуратно. Там просто... Ну, там просто украинская ВСУ там устроила тир. То есть они просто устроили там тир. Полигон такой. Они там просто спокойно, методично расстреливают там, я не знаю, пороти в день по батальону в неделю. Значит, и действительно, Путин вместо того, чтобы этих людей сохранить, потому что любой нормальный военачальник, конечно, сохранил бы. Любой нормальный военачальник понимает прекрасно, что вооруженные силы, живые солдаты важнее территории. Это совершенно очевидно. Ну, Путин в данном случае, понятно, как относится к этому. Значит, опять-таки, вот вы говорите, да, безусловно, если... Понимаете, вот то, что произошло, то, что Сальдо сказал, об этом не скажут по телеканалу. Значит, это не то событие, которое нельзя скрыть. Об этом ничего не скажут по телеканалам, это никак не отразится. Поэтому, да, это предвестник большой неприятности. А большая неприятность – это освобождение Херсон. Вот если Херсон будет освобожден, этого скрыть будет нельзя. И это придется как-то интерпретировать, объяснять, сказать, что это вот там выравнивали линии фронта, что это вот отошли на более выгодные позиции, или это гуманитарная миссия какая-то. Ну, вот это уже не пройдет. Вот это уже будет серьезная история. Не уверен, что она будет переломной в войне, хотя может быть, но потому что, ну, вот здесь критический порог очень сложно оценить. Значит, но это уже будет очень серьезная штука. Чем Путин может ответить? Новыми обстрелами по украинским городам. В том числе уже по освобожденному Херсону. Зарядов у него пока, вот ракет у него пока хватает, к сожалению. Ну, это, опять-таки, это нужно, чтобы военные эксперты оценили, насколько хватит запаса вот этих вот ракет, насколько заводы, так сказать, в состоянии делать новые, модернизировать их. Но это вот отдельный вопрос. Не со мной об этом говорить надо. Значит, ну, по крайней мере, я слышал, что, в общем, пока вроде хватает. Ключевой вопрос, это, конечно, вот то, что произошло на Рамштайне-6, и только, ну, насколько я понимаю, вчера это все произошло, и насколько последствия этого будут серьезными. Насколько в состоянии Запад закрыть небо над Украиной. Ну, насколько процентов, скажем, совсем закрыть невозможно, нигде даже в Израиле этого нет. Но насколько там, условно говоря, на 90 или на 70, или на 50, или на 30. Вот это главный вопрос. Это существенно. А все остальное, это, в общем, ну, сказал Сальдо, ну, значит, посадят в тюрьму еще несколько десятков, значит, гауляйтеров местных в Херсонской области, которых не успеют вывести. Несколько предателей предстанут перед судом, которых не успеют вывести. Ну, что Путину до этого? Где Путин и где все? И где Сальдо? А им не страшно? Вот тем, кто даже не в первом круге, а вот этот обслуживающий персонал, вот эти главы оккупированных территорий, придворные пропагандисты. Ну, то есть, все-таки над ними же тоже сгущается. Вот там, не знаю, Соловьева уже никуда не выехать. Вот он выйдет за границу, скорее всего, его арестуют. Да, наверное, он понимает, что как-то жизнь уже не будет прежней. И Путин не вечен. В конце концов, они сейчас, судя по всему, все зависят от одного человека. Если по каким-то причинам его не станет, власть начнет меняться, они отправятся, скорее всего, не на курорты. Им вот по-человечески не страшно. То есть, не готовы ли они потом саботировать, как-то уходить в тень, стараться этого не делать, вот как вы считаете? Человеческий инстинкт ты не отменял? Да, я думаю, что многим страшно. Но, во-первых, я бы не сказал, что вот, да, безусловно, если сейчас Соловьев куда-то... Ну и, во-первых, вопрос куда. Я не уверен на сто процентов, что все страны сегодня готовы, так сказать, выдавать. Да, мы помним, что нацистских преступников пришлось вылавливать, в том числе и с помощью спецопераций из Латинской Америки. Десятилетия спустя. То есть, мир очень большой. И закоулков в этом мире довольно много. Поэтому я думаю, что какие-то пути отступления у того же самого Соловьева заготовлены. Да, сейчас он очень сильно напоминает такого австрийского пулеметчика, который приковал себя к пулемету и не собирается отступать. На самом деле, он, конечно, никакой не австрийский пулеметчик. Он придуривается. Он кривляется, он придуривается. Я говорю об условном Соловьеве. Он просто наиболее яркий представитель этого вот такого дьявольского племени. Но они, несомненно, ищут пути отступления. Это первое. И вполне возможно, что кому-то из них удастся убежать. Это первое. А второе, когда вы ставите такой вопрос, вы невольно, предпосылкой к этому вопросу, подразумевается, что после того, как путинский режим рухнет, ему на смену придет то, что иногда с иронией называют прекрасной Россией будущего. Я думаю, что и автор этого мема уже прекрасно понимает, что никакой прекрасной России будущего не будет. Я думаю, что Навальный это понимает прекрасно. Может быть, даже лучше нас с вами. Нет, такой опции не существует. Что придет на смену России, я уже примерно свое видение сказал. И вот будет ли процесс покаяния, очищения, осуждения преступников, это большой вопрос. Я думаю, что это, скорее всего, ресурсов. Понимаете, мы, как правило, пытаемся аналогии искать. Мы пытаемся искать аналогии в нацистской Германии. Ну, простите, нацистскую Германию лечили, ну, не всем миром, но, по крайней мере, лечили победителей. В частности, врачами и санитарами были оккупационные режимы, которые были установлены Соединенными Штатами Америки, Великобритании и Францией. И это были хорошие доктора. Так сказать, они Германию зафиксировали, они ее, так сказать, кололи лекарствами, денацификация, насаждение, инструмент институтов гражданского общества, уничтожение, так сказать, нацистских СМИ, серьезная люстрация. Это были серьезные процедуры, очень горькие лекарства, долгие уколы. 30 лет, как минимум, прошло с момента начала вот этих процедур до того, как начался серьезное изменение в сознании людей. Не началось, а пошли серьезные изменения. Это изменение в сознании людей. Не менее 30 лет. И то, в общем, там рецидивы какие-то остались. Япония прошла этот путь. А вот Австрия, там был облегченный режим, так сказать, вот этого вот лечения. И поэтому вот сегодня в Австрии, во главе Австрии, стоит нацист, откровенный совершенно нацист. Просто прямо без всяких кавычек, без всяких скобок. Нацист и все. И такие нацистские настроения, вернее, ради бога, извините, я говорил о Венгрии, конечно. Конечно, о Венгрии. В Австрии тоже, кстати говоря. Да, прошу извинить. Еще раз прошу извинить. Ошибка, оговорка. Значит, в Австрии тоже. В Австрии тоже иллюстрация и доносификация прошла по облегченному режиму. А в Венгрии почти нет. И поэтому в Венгрии, вот то, что сейчас происходит, откровенный нацист. В Австрии тоже был человек с серьезным фашистским душком во главе страны. Это показывает, что, в общем, так сказать, лечение дает разные результаты. Таким образом, я думаю, что вот, да, очень хотелось бы увидеть Соловьева. Ну, если не на виселице, как его предшественника, Юлиуса Штрейхера, то, по крайней мере, за решеткой, но это такая вот довольно сложная процедура. Я надеюсь, что это произойдет. Но вот стопроцентной уверенности у меня, к сожалению, нет. Ну что ж, будем следить за развитием событий. У вас скоро свой стрим, поэтому рекомендуем ваш канал. Заходите к Игорю Яковенко. Мы благодарим, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До скорой встречи. До свидания. Спасибо, что позвали. До встречи. До свидания. Мы продолжаем наш стрим.